Основная задача российской армии в ближайшие месяцы – дестабилизация оборонительных линий ВСУ. Это нужно РФ для дальнейшего летнего наступления. Такие выводы сделал Американский институт изучения войны. Согласны ли с этим сценарием военные аналитики? Какая сейчас обстановка на фронте? Смотрите в этом видео. Строительство фортификационных сооружений стало одним из основных приоритетов Украины. Это многокилометровые укрепления в Запорожской области. А на Авдеевском направлении в Донецкой области строят деревянные траншеи с бетонными бункерами. Аналитики утверждают, армия РФ спешит продвинуться западнее Авдеевки, чтобы успеть до того, как ВСУ оборудуют труднопроходимую линию. На других направлениях, по мнению аналитиков, оккупанты также пытаются в первую очередь помешать ВСУ строить линии обороны. Это якобы должно стать прологом для большого летнего наступления России. Но украинские эксперты уверены, множество факторов могут помешать каким-либо операциям РФ. Но мы должны рассматривать тот момент, что перебег подій на фронте имеет очень великую измену, которая связана с тем фактором наявности оружия, наявность войск и наявность их резервов и ресурсов для того, чтобы эти резервы, эти ресурсы, которые есть, оружие, эффективно использовать на поле боя и их безперебийность, что надзвичайно важливо. На планы РФ влияют не только успехи или неудачи на фронте, но и ситуация в глубоком тылу. Например, успешные удары ВСУ по нефтебазам и заводам оборонного комплекса. Это влияет на российский импорт, что в свою очередь влияет на российское надходление денег, безусловно в бюджет России. А это в свою очередь влияет на выготовление боякомплекта, на финансирование, снова же, будущего, потенциального мобилизационного процесса, который планируется масштабно в России. Это влияет на то, насколько они смогут финансово быть платноспроможными для того, чтобы наймать найманцев, закуплять дополнительно, даже восстановить свою. Насколько они смогут обеспечивать тем самым больным в себе армию. Аналитики Американского института изучения войны пишут, пока не ясно, куда именно будет наступать РФ. Это якобы зависит от тактических успехов путинской армии. Но украинские военные эксперты обращают внимание на лиманокупенское направление. Именно там сейчас сосредоточены наиболее боеспособные российские подразделения и 120-тысячная группировка войск. Это вдвое больше, чем было брошено на авдеевское направление. Лиманский напрямок. Это бои в районе Белогорівки. Одночасный удар с района Веселедонецького областа. Белогорівка Луганського областа в Веселедонецьк. Это попытка створить оперативное точение украинских войск в районе Северска. Загруза серьезная. Есть просувание в районе Белогорівки. Захопление Белогорівки дает им возможность заявить, что вся территория Луганской области находится под их контролем. О том, что Лиманское направление стало одним из основных для России, пишет и глава Луганской администрации Артем Лысогор. По его словам, РФ пытается прорвать оборону ВСУ в Белогоровке при поддержке авиации. На Купенском направлении в планах армии РФ выйти ко Скольскому водохранилищу и перерезать украинские силы на две части. Главная цель при этом, по мнению экспертов, вовсе не Харьков. Это выход на Изюм. И, соответственно, из Изюма уже тиск на украинские фланги, а именно группирование украинских войск Донецкой области. Это ключевые пункты украинской обороны Славянской и Краматорской. То есть они будут пытаться отзеркалить события 2020 года. Но изюмское украинское 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 украинское. То есть среди ближайших целей армии РФ – Изюм и Лиман на севере, также в приоритете продвижение к Углидару на юге и к Часавьяру на Бахмутском направлении. Все это нужно России для полного захвата Донецкой и Луганской областей. Здесь, по мнению экспертов, амбиции Кремля не изменились. В чем украинские аналитики согласны с американскими, так это в критической важности помощи партнеров. При этом эксперты обращают внимание на то, как меняется риторика Запада. Эксперты утверждают, хорошо обеспеченные украинские силы могут помешать российским войскам добиться даже незначительных успехов во время крупномасштабных наступательных операций. Поэтому помощь партнеров, а также дальнейшие систематические удары по российским тылам сыграют основную роль в способности сил обороны Украины удерживать территорию и отразить новое наступление армии РФ.